Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите Династию Ллойд, Застройщики, это наш второй сезон и десятая серия. Всем добро пожаловать, и я хотела бы начать с того, что, я думаю, может быть некоторые из вас помнят, на чём мы остановились в предыдущей серии. Окей, остановились мы на том, что у нас вообще-то была ночь, и Филберт должен был позаниматься разными делами по дому, и после этого отправиться спать. Да, но тут, тут я захожу в игру, и почему-то с какой-то большой радостью, абсолютно непонятной мне, я обнаруживаю, что у нас уже 2 часа дня, это означает, что до окончания школьного дня остаётся ровно час. Я, ей-богу, не знаю, что произошло, ребят, но у нас, получается, Филберт просто-таки проспал весь школьный день. Это, конечно, очень забавно и совсем на него не похоже, потому что, ну, как бы, прогуливать школу это не в его планах, но я думаю, что, в принципе, в принципе уже нет никакого смысла туда отправляться, потому что ты пока дойдёшь просто, ты пока вот спустишься вниз, дойдёшь до этой школы, то тебя там уже встретит директор и скажет, ну, как бы, как бы, здрасте и как бы до свидания. Я, конечно, надеюсь, что ничего плохого не случится у нас с продуктивностью, потому что мы, вообще-то, мы, вообще-то, супер-отличники, и как бы, да, да. Ну, в общем-то, наверное, у Филберта просто настолько забита голова всеми событиями, которые в последнее время происходят в его жизни, что он просто, знаете, он просто в шоке, и просто реально от усталости, вот, знаете, бывает, вот как уснул, и всё, и вот так вот и проспал весь день, бедняжка. Ладно, я думаю, что не буду сильно его за это ругать, ничего страшного, с кем не бывает, как бы, да, Нори у нас тоже спит, вот, вот хоть бы разбудил, пошёл хозяина. Нет, некому убудить, потому что наш пушистый друг тоже спит, наш пушистый дружочек тоже спит, да, и, кстати, я бы очень сильно хотела, чтобы у Нори впоследствии появились щеночки. Тихо, не кричи, не кричи, я и так тебя слышу, ты у меня грязный, ну, вот и правильно, иди в душ, чё, что ты кричишь-то сразу. О, мамочки, вот это ты нифига себе, конечно, замарался. Слушай, такое ощущение, что ты где-то без меня куролесил, ей-богу, я не знаю, где он вообще успел таких приключений нахвататься, что проспал весь день, весь какой-то, весь какой-то замученный, уставший, я даже не знаю. Потом ты у меня починишь домик, потом посмотришь прогресс получения нашивок, господи, мне кажется, что мы никогда не закроем карьеру скаута, потому что всё время что-то пытаемся, 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 но никак не получается. Да, а потом я хочу, чтобы ты у меня везде, прям везде проверил карманы и будешь заниматься делами, конечно, положить, да, положить в корзину, и вот это вот положить в корзину, ну да. В общем-то, я хотела на самом-то деле с вами поговорить, ребят, я думаю, что эта серия будет именно такая, знаете, как серия подкаст, возможно, потому что у меня есть к вам на самом-то деле один вопрос, есть одна тема, которую я бы хотела очень сильно с вами обсудить, благотворительность. Слушайте, мы столько подарков подарили, по крайней мере на моей памяти, а у нас всего 2 из 5 показывают. Ну ладно, и добрые дела, добрые дела вообще один из 6, рассмешите кого-нибудь. Вы вспомните, мы на фестивале были, мы на одном фестивале только столько анекдотов рассказывали, что нам должны были вообще сразу же эту нашивку отдать, но нет, вынесите мусор. О, боже, ладно. Что сделаем, то сделаем, но, конечно, обидно, обидно, если мы не закроем карьеру скаута, но, в принципе, у нас еще 5 дней до взросления, поэтому, я думаю, нормально, ничего страшного. Да, потом надо будет сходить, кстати, с Нори погулять, я тоже думаю, проснулся, проснулся наш пушистый друг. Я не знаю, давала ли я тебе действие положить в кардину, положить в кардину, значит, здесь не давала, вот. Да, Филберт должен задуматься об образовании, взгляните на доступные варианты, изучив университеты ниже или воспользовавшись компьютером. Прям, мои мысли, игра читает, да, действительно. Я думаю, что, в принципе, вы понимаете, что наш Филберт, когда станет взрослым, вернее, станет молодым, заплаточка, привет, доброе утро, добрый день, хоть бы ты разбудил нас, я даже не знаю. Вообще, как-то весь дом впал в какое-то вообще, в какое-то, я даже не знаю, забвение, сонное царство, да, заплатка моет руки. Мне всегда очень сильно забавляло это зрелище, как существо из соломы умудряется мыть ручки. Ну, ладно. В общем-то, рожу я сегодня или нет, собственно говоря. Я думаю, вы понимаете, что Филберт у нас отправится учиться в университет, потому что мы более чем спокойно можем ему организовать там учёбу, абсолютно спокойно. Абсолютно налегке, потому что так получилось, что во втором поколении нашей династии Филберт у нас абсолютно один. И, в принципе, это означает, что у нас есть время для того, чтобы полностью отдаться учёбе, чтобы полностью насладиться университетом. Так, давай ты не будешь у меня кушать кексики, я думаю, что тебе это не на пользу. Давай, обними, пожалуйста, своего собакина. Игра, пожалуйста. Игра, пожалуйста, не балуйся, а вот с Нори давай побалуемся. Вот, и после этого, я думаю, что вам бы сходить на прогулку. Да, на какую-нибудь недолгую прогулку. Вот, давайте. А я пока буду рассказывать свои мысли и вообще. В общем-то, с универом вроде как разобрались. Да, Филберт у нас обязательно будет учиться. Опять-таки, потому что мы можем себе позволить такую роскошь. Боже мой, заплаточка, ты же мой хороший. Я, кстати, хотела, вот, ребята, сказать вам, что, может быть, если наш Филберт будет не справляться, то мы с вами наймём уборщика, да. Вот, но сейчас я вижу, что этого абсолютно и совершенно не требуется, потому что у нас есть вот такой вот просто потрясающий персонаж. Боже, как это тебя так сфотографировать со шваброй, я даже не знаю. У нас такая маленькая кухонька, что прям вообще ты не влазишь. Ну ладно, давай вот так. Да, так что я думаю, что уборщик нам, в принципе, не нужен. У нас есть заплатка, которая нам очень сильно помогает. Вот, и он уже за садом тут полностью поухаживал. Надо будет нам собрать урожай и продать его, потому что очень нужны денежки. Но, конечно же, это всё университет, уборщик, это всё не то, о чём бы я хотела вместе с вами поговорить. А обсудить бы я хотела вместе с вами одну очень важную для меня вещь, которая на самом-то деле меня начала в последнее время беспокоить, и которая не даёт мне спокойно играть. Здравствуйте! Здравствуйте! Проходите, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Да, чего это с вас так льётся? Под дочь, что ли, попали? Давайте, я не знаю, как это вообще пригласить войти. Да, няня Харвик нам захаживает вообще каждый день. Я даже не знаю, у него вроде как дома и жена есть, и всё, но он почему-то предпочитает наше общество. Ну да ладно-ка, мы не против. Вот. Обсудить я бы хотела один технический вопрос вместе с вами, связанный с хранением, скажем так, времени, связанный с хранителем времени, с тем правилом, которое я использую, которое я взяла, конечно же, от Трис, автором которого она полностью является. В чём на самом-то деле вообще проблема и беда, и почему я хотела с вами об этом поговорить? Ты где? Ага, хорошо. В общем, я думаю, вы прекрасно, ну, надеюсь, что вы помните и понимаете, что у нас, в общем-то, в моей вселенной, по сути, на данный момент, таких существ отдельных, как хранители времени, на данный момент нету. Прекрасно. Благодарю себя. Спасибо. Да, как всегда, Филберт вообще просто потрясает меня своими манерами. Слушай, вот будешь себя так вести, в тебя Патриция не влюбится. Да, Ян Харфи решил, что мы заняты сегодня, поэтому думает, ладно, Филберт, я понял. Пожалуйста, занимайся своими делами, я, пожалуй, что пойду. Ну, ладненько, извините, если что не так. В общем-то, да. В моей вселенной на данный момент нет таких отдельных существ, как хранители времени. И в самой, по-моему, в нулевой, либо в первой серии династии я говорила о том, что у меня таким делом будут заниматься светлые маги. Вот как раз-таки, кем и является у меня Филберт, и кем являлся его родной папа Джером изначально. Вот, но сейчас, спустя некоторое время, в общем-то, я понимаю, что, откровенно говоря, без хранителей времени мне не хватает чего-то. Я активно играю и пользуюсь правилами, табличками, схемами и разработками полностью, которые были придуманы в Трис, вот, и о которых она очень подробно рассказывает, особенно в последнее время, про свои вселенные, про то, как у нее работает генетика. И после одного из таких видео я, собственно говоря, и поняла, что мне чего-то не хватает. Ого, нифига себе у тебя мысли, конечно, дружок! Вот это ничего себе! Да, смотрите, это у нас получается... Это у нас так Филберт вообще, видимо, скучает немножечко в одиночестве, да, что думает, как, наверное, здорово было бы обрести свою семью, и чтобы дома кто-то был, чтобы можно было с кем-то поговорить. Эх, бедняжка ты моя, бедняжка! Ну, давай, расти скорее, мой хороший, расти скорее, и будем нападать на Патрицию, будем захватывать эту крепость, скажем так. Так, вот она наша, вот она наша Патриция, вот. Если она выйдет замуж до этого времени или откажет нам, то, извини, я не виновата, дружок. В общем-то, да. И я поняла на самом-то деле, что мне кое-чего в жизни не хватает, а именно этих самых хранителей времени. И действительно, без них, вот без этих официальных, скажем так, существ, действительно как-то, во-первых, крашится и генетика, вот сам принцип, как это все действует, и вообще сам принцип игры, и как это все работает. Вот. Поэтому, да, женщина, спасибо, я вас слышу. Дея Кроули, слушайте, какие-то все новые и новые имена, это, конечно, интересно, любопытно. Да, и, собственно говоря, что я хотела вам из этого сказать, у нас практически уже 8 часов вечера, боже, мне кажется, что это будет очень короткая серия, и которая просто наполнена моей болтовнёй, и просто рутиной чисто по дому, вот просто на фоне у нас будет Филбрид ходить, что-то там делать, и, собственно говоря, всё. И да, я надеюсь, что вы не сильно расстроитесь из-за этого. Просто, действительно, я очень хотела с вами это обсудить. И, на самом деле, в чём заключается мой вопрос, и в чём заключается сама суть вот этого вот обсуждения вместе с вами? Я ввела бы хоть сейчас официально существ в свой мир, таких как Хранитель Времени, чтобы всё было по красоте, чтобы всё было по тому принципу, как оно должно быть изначально. Ну, на самом-то деле, что я хотела у вас спросить. Во-первых, ваше мнение. Что думаете об этом вы? Потому что меня это реально напрягает. Казалось бы, вообще, в чём проблема, и что тут вообще, ну, как бы... В чём, Ангелина, твоя проблема? Почему ты не можешь спокойно жить? Но вот, тем не менее, это меня действительно как-то гложет, беспокоит, и я понимаю, что без Хранителя Времени уже будет что-то не то. Но так случилось, я думаю, как вы помните, что в первом самом поколении у нас действовало Хранение Времени. А такие существа, как Светлые Маги, вообще изначально по тем правилам, которые были придуманы Трис, они Хранить Время не могут. Вот в чём проблема. Они должны жить, взрослеть и стареть абсолютно точно так же, как и самые обычные Симы, как и алхимики, например. В общем-то, как, скажем так, расы самых обычных людей без сверхъестественных способностей. И таким образом получается, что я это правило нарушила в первом поколении, потому что Джером у нас затормаживал время, благодаря чему у нас произошло много интересных событий. И, в частности, благодаря чему у нас очень сильно прокачалась наша Джулия. Да, конечно же, без Хранителя Времени, я думаю, мы бы не успели закрыть все четыре жизненные цели и вообще не успели бы так многого с ней достичь до того, как она отправилась в апокалипсис. Поэтому вообще какие мои мысли на весь этот счёт? Я предлагаю такой, скажем так, план действий. По крайней мере, то, что зародилось у меня в голове. Начиная с этого поколения, начиная с поколения Филберта, начинают действовать те правила, которые и должны были действовать изначально. Правила, которые были придуманы Трис. И светлые маги отныне никак не могут хранить и затормаживать время. И стареют точно так же, как и обычные персонажи. За то, что в первом поколении я, скажем так, нарушила правила, воспользовалась Хранителем Времени. В принципе, это вполне себе объяснимо, потому что Джером у нас, напомню, является родным сыном. Что это такое? Закончить эту книгу, окей. Джером у нас является родным сыном одного из предыдущих Великих Стражей Пространства и Времени. А эти персонажи, я имею в виду Стражей, они стареют намного-намного медленнее, чем обычные маги, чем обычные персонажи. Поэтому, в принципе, учитывая то, что Джером это родной сын Ричарда, как мы уже узнали из предыдущих серий, то, в принципе, Джерому могла передастся какая-то вот такая способность, что он смог на своё поколение затормозить процесс старения. И не только для себя, но ещё и для других. За то, что мы нарушили правила, то есть это, конечно же, всё объяснимо. То есть я вам, скажем так, по сюжетной линии объяснила, почему так произошло, почему время остановилось. Но, тем не менее, правила всё равно как бы оказалось нарушено, поэтому за это, по лучшим традициям апокалипсиса, надо расплачиваться. Надо расплачиваться, слава тебе, господи, не кровью, можно заплатить деньгами. Можно заплатить деньгами, поэтому я предлагаю такой вариант. Мы вместе с вами закрадываемся вот сюда. Я думаю, возможно, некоторые из вас помнят, что у нас тут на самом-то деле находятся два сейфа, в каждом из которых, как вы можете заметить, хранится по 50 тысяч, которые клал ещё наш Джеромчик в своё время туда. Мы один из этих сейфов опустошаем, поскольку действительно в первом поколении Хранитель Времени очень сильно помог нашей династии и очень сильно повлиял на сюжет и до сих пор продолжает влиять. Я имею, конечно же, в частности Джулию, которая сейчас у нас в самом разгаре своего выживания в апокалипсисе. Учитывая все эти факторы, я считаю, что 50 тысяч, но это действительно та сумма, с помощью которой мы сможем расплатиться с этим долгом и заплатить за это нарушение, скажем так. Вот. И в нашем мире после этого официально появляется такое существо, как Хранитель Времени, и только он может хранить это самое время. Вот. Естественно, я своей головой понимаю, что, по сути, для того, чтобы в следующий раз, если я сделаю всё то, что я вам сейчас озвучила, то в следующий раз включить Хранителя Времени я смогу только в том случае, если он у нас окажется в семье. То есть, если мы породнимся с таким человеком, естественно, кто знает, сколько поколений пройдёт, прежде чем это случится. Так вот, я, конечно же, прекрасно понимаю, что такого персонажа, который сможет хранить время, надо ещё и дождаться, извините. Но, говорю честно и откровенно, и вообще, без доли лукавства, я готова ждать, и я готова принять тот факт, что его может за 10 поколений, которые я очень сильно надеюсь отыграть всё-таки в своей династии, я понимаю, что, в принципе, никто может из моих персонажей не влюбиться в персонажа, который умеет хранить время. А, в общем-то, я готова к такому исходу событий, и я готова, я готова буду ждать, в общем-то говоря, что, возможно, наша семья породнится с Хранителями Времени. Вот это любопытно, конечно. А кто это у нас тут? Вот, боже, Варга, Варга, что ты здесь делаешь? Куда ты бежишь? Куда ты летишь? Такая недовольная, боже мой, мама. Слушай, мама, а ты с нами не хочешь пообщаться? А почему ты вообще оббегаешь? Слушайте, а может быть, Джером пришёл? А я такая не в курсе, а? Слушайте, а Джеромчик это нигде нет? Судя по всему, нет. И что, интересно, ей вообще мешало пройти? Не знаю, Варга услышала, наверное, то, о чём я говорю, и аж это, аж решила встать, посмотреть, всё ли со мной в порядке, в здравом ли я уместись вообще нахожусь. Да, дорогая моя, со мной всё в порядке, я считаю, что это было бы вполне себе правильно. Слушайте, ну я бы хотела с мамой пообщаться, конечно. Давайте мы пообщаемся, конечно же, с мамой. Мама, боже мой, неужели это ты? Неужели ты решила навестить меня? Я так рад, я так рад. Ну что, как ты скажешь, справляюсь я или нет? Я так переживаю, что... Я так переживаю, что не оправдаю ваши ожидания. Скажи, милый, ты что? Всё в порядке. Мы очень сильно тоже за тебя переживаем. Хоть бы ты тут вообще от депрессии не пострадал. Так, слушай, энергичная уборка. Не-не-не, какая энергичная уборка? Иди сюда с мамой поговори. Можешь мольные пузыри подарить. Попробовать, почему бы и нет. Вот. Да, скажи, мама, слушай, ты не знаешь, как там у папки дела? Как вы вообще поживаете там? Как сестра? Да, ты знаешь, у папки всё в порядке. А вот сестра, ты знаешь, я не видела Джулию. Да, на самом деле, надо сказать, что ни я, ни Джером её вообще не видели. Слушай, мама, у меня для тебя подарок. Ой, да ты что? Да, не переживай, мам. Там совсем мелочь. Ну, чисто так. Отлично. Слушай, это очень мило с твоей стороны. Вообще, спасибо тебе большое. Я, знаешь, я заценила. Может быть, когда-нибудь и надую что-нибудь такое. Отлично, прекрасно. Как там у тебя дела вообще с друзьями? Как ты поживаешь? Я смотрю, что ты вроде как Патрицией интересуешься. Ой, мам, ну знаешь, я пока что очень рано что-то об этом говорить. Конечно, я думаю, ты прекрасно понимаешь, что она очень клёвая девчонка. Вот, ну вот сама посмотри на меня. Куда мне до неё? А почему ты так думаешь? Да ну, мам, я же ещё совсем малой. И вообще, не знаю, мне кажется, она меня даже всерьёз её воспринимать не будет. Знаешь, сын, а я вот с тобой скажу тебе, я с тобой не согласна. Вот мне лично кажется, вот смотрю я, и мне кажется, что почему бы и нет. Вот ты знаешь, ты даже не попытался, а уже сдаёшься. Ай, ну мам, ну перестань. Сейчас начнётся, сейчас начнётся. Советы от мамы, конечно, как же иначе. Так, давай ещё, ещё. Мы, может быть, расскажем какую-нибудь уже, не знаю, скандальную историю. Слушай. Так вот, мам, я тут на самом деле ещё учусь кашеварить кулинарити. Вот, и на самом-то деле, ты знаешь, сначала, конечно, вообще было делать дрянь. Мне казалось, что я даже не знала, что делать. Но сейчас, мне кажется, что вполне себе неплохо. Что скажешь? Может быть, ты мне дашь какие-нибудь советы. Ой, ну знаешь, я что могу тебе посоветовать? Можешь на кухне, там у нас есть кулинарная книжка твоего отца. Ты же знаешь, это он у тебя по этим делам, а совсем не я. Поэтому да, можешь туда заглянуть. Я думаю, ты там найдёшь что-то интересное. Вот, ну слушай, спасибо маме. Я даже не знала, куда она делась после того, как он умер. Да, она там так и осталась лежать на кухне. Так что ты не переживай, ты её легко найдёшь. Да, действительно, у нас есть такая книжечка. Да, легко. Легко найдём, Филберт, не переживай. Я тебе помогу. Я думаю, что... Сейчас я, в принципе, немножечко ещё поснимаюсь с Филбертом домашними делами. И уже буду заканчивать, в принципе, то, что я хотела вам сказать. И ту мысль, которую я хотела до вас донести. А, ага, я поняла. Мама решила. Ну, если сыночка хочет каких-нибудь советов, я, наверное, попробую его стряпню. Да. И скажу, если вдруг что не так. Ну, вообще, в принципе, слушай, Филя действительно вкусно. Да, спасибо большое. Ничего страшного. Ладно, мы приготовим ещё раз. Нам не сложно. Так уж как-то у меня водится, что в моей династии вот уже второе поколение подряд готовят мужчины. Вот. Ну, может быть, это просто проявление моих каких-то тайных желаний. Кто знает. Кто знает. Кто знает. В общем-то, да, ребят. Я буду очень ждать ваших комментариев, вашего мнения по этому поводу. Что вы думаете насчёт того, чтобы официально вести в игру таких персонажей, как Хранитель Времени. Чтобы всё было по красоте. Чтобы всё было по классике, по схеме, которая была придумана Трис. Вот. Поскольку уж если я играю изначально по её правилам, я играю по правилам в династии, которые она саму составила, то мне кажется, что уже если придерживаться, то придерживаться до конца. Да, поэтому я буду очень ждать вашего мнения, что вы думаете по этому поводу. И я думаю, что я даже вот специально, даже специально, наверное, не буду. Куда ты? Господи, ты, ты да готовь есть. Слушай, что с тобой происходит? Тебе, я смотрю, крышу рвётся всем. Так рад увидеть маму, что просто вообще сошёл с ума, бедняга. Давай, давай, ешь скорее. Ешь, ешь. Вот, правильно, молодец. Ой, повысили навыки обаяния. Ой, с такой иконочкой. Ну да. Я тебя понимаю, Филберт, я тебя поняла. Не переживай. Повысим мы обаяния, будем прокачиваться обязательно в этом искусстве, чтобы потом заявиться к Патриции во всеоружии, как говорится. Да, так что вот такие вот у нас дела. На самом-то деле, Филберт уже совсем скоро в школу. Я думаю, что вот он у меня доест, наверное, приведёт себя в порядок. Мы продадим наш урожай. Посмотрим, сколько это нам денежек принесёт. Вот. Что это такое? Узнать, что происходит. А что происходит? Не поняла. Ничего не происходит. Успокойся, сядь и ешь. В общем-то, да. Всё. Буду я уже точно на этом заканчивать. Вот такая вот вышла странная серия. Серия подкаст, скажем так. И я буду очень рада, если, несмотря на всё это, если, несмотря на то, что у меня очень сильно путались мысли, да и вообще, я всё ходила вокруг да около, никак не могла сообщить, что же я от вас хочу. Вот. Просто действительно, вот очень, я сейчас прям постоянно об этом думаю и не знала, как с вами об этом поговорить, как вам об этом сказать. Вот. Поэтому уж как получилось, так получилось. Буду рада, если вы меня поймёте и если что-нибудь выскажите по этому поводу. Всё. Буду я на этом заканчивать. Всем огромное спасибо за внимание. Всем до новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok